Хэй, 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 всем привет, дорогие друзья, с вами Чинаски, и сегодня мы с вами продолжаем играть в замечательнейшую игру под названием Супер Мякс. Собственно, на сегодня у меня на самом деле дофигища планов, я уверен, что вас они тоже порадуют, поэтому поставьте лайк вот прямо сейчас и подпишитесь на канал, для того, чтобы я знал, что мехи в моде при любой погоде. Итак, все токены, все задания я уже получил, все выполнил, замечательно, начнем мы, конечно же, с распаковочки, анбоксинг, как говорится, у меня на этом, ребята, моменте есть для вас сюрприз, да, я прошел до третьего ранга. Это было буквально вот в последний день предыдущего сезона, буквально вот в последний момент я успел катиться просто в третий ранг, поэтому... ой, а нет, блин, думал, что легендарки выпадут. Поэтому, естественно, мы посмотрим, что нам падает с ящика за третий уровень, и сегодня я... о-о-о-о, блин, да ладно, я опять думал, что легендарка выпадет. И сегодня я думаю, что мы попробуем тоже третий уровень взять. Итак, я не хочу комментировать это, ребята, я просто тупо не хочу... реально хочется просто вот сейчас нажать на красный крестик и все, и просто выйти из игры. Это просто гг, ребят, это просто гг. За третий уровень, блин, ну что... Чё за день эпиков, я понять не могу, реально какой-то день эпиков. Одни эпики падают, это вообще ни в какие ворота не годится, просто жесть. Кошмар, это прям неприятно, ребят. Хотелось бы, конечно, чтобы у нас с вами было... ээээ... Всё-таки больше легендарок. Итак, прорекламирую ещё немножечко клан. Ребята, напоминаю, что у вас есть возможность вступить в мой клан. Буду только очень даже вам рад здесь, поэтому присоединяйтесь, это всегда здорово. Так, по магазину здесь я купить пока что ничего не могу. Здесь мы обязательно ещё поучаствуем. Здесь, конечно, у нас сложный бой, потому что по уровню тупо клан выше. Но ничего, там за поражение тоже даётся нормальная награда. И, в принципе, наверное, самое главное, это то, что сегодня у нас с вами, ребята, бой один на один. Поэтому мы открываем нашего один на один робота. Снимаем с него, наконец-то, эту шапочку. Всё, она уходит. И надеваем что-нибудь более прикольное, например. Например, вот это. Мне нравится, как это выглядит. Реально, по-моему, выглядит супер пафосно. И давайте, наверное, прокачаем ещё модули, потому что у меня, по-моему... А, нет, на этом роботе у меня всё прокачано на максимум, если я не ошибаюсь. Блин, у меня даже вот нет, банально... Мне не выпало с третьего ранга ни одной... Ээээ... 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 Быстро на базу, быстро, а релики на базу. Что за фигня? О, боже мой. Ладно, давайте тогда что-нибудь прокачаем. Я даже не знаю, правда, что. Можно, например, прокачать. А давайте вот это вот прокачаем, чтобы у нас с вами побольше сопротивления было. Я как раз-таки с ним играю сейчас. А, поэтому думаю, что побольше сопротивления это будет очень даже хорошо. Так, 41 уровень это всего лишь пока что... Ну, в принципе, ладно, наверное. Почему бы и нет? Плюс 3 сопротивления, это тоже вполне хорошо. 248 тысяч мы на это тратим, ребят. Тупо 248 тысяч, чтобы прокачать Mighty Protector даже не на максималочку. Но 57 сопротивления, это, конечно же, приятно. Смотрим, что у нас в последнем Fortune Box. Если сейчас будет Epic, я просто обалдею, ребят. Игра за что? Ну, ладно, ребят, давайте так. Не повезло с боксами, повезет на арене. Я верю в это. Я в это верю. Кстати, у нас, говоря, есть 127 монет. Возможно, мы можем даже их на что-нибудь потратить. Блин, мы можем повысить себе физическое сопротивление так-то по-хорошему. Потому что на это все у нас, как видите, не хватает. А вот физическое сопротивление повысить, это вполне себе. Почему бы и нет? Нет, оно сейчас очень актуально на арене, потому что физиков довольно много. Поэтому давайте повысим. Почему бы и нет? Действительно. И поехали. Фу, начинаем мы, собственно, мы сейчас на четвертом ранге, ребят. Если я не ошибаюсь, это у меня то ли последняя звезда, то ли предпоследняя. То есть вот после, ну, только четвертый ранг взял. Ой, он, кстати, неправильно сделал решение, на мой взгляд. Ну, хорошо. Для нас это, конечно же, решение правильное. Плюс, как видите, нам попал физик, ребят. Именно поэтому вот это вот сопротивление, это, естественно, очень даже хорошо. Потому что таким образом мы можем, ну, как бы, снижать получаемые уроны. Для нас это просто потрясающий баф. Так, 500 демэджа нанесли. Кстати говоря, очень неплохой выстрел с Френтика. Спасибо, Френтик. Смотрим дальше. У него остается 1000 хп, и на самом деле здесь его ничего не спасет. Даже если это выстрелит на 700 каждый, это его все равно не спасет. А он даже не стреляет на 700. Раз, два, три. Готово. Первый бой выигран. Нормально. Идем дальше. Что у нас? Сколько звезд получается сейчас? Давайте глянем. И это вторая звезда. Да. Хорошо. Идем дальше. Блин, было бы супер классно, на самом деле, взять на видео прям третью звезду. Ну, в смысле, третий ранг. Но я это не обещаю, потому что, на самом деле, конечно, это очень тяжело. И, по-хорошему, ну, типа, требует определенного времени. То есть, прям вот, чтобы точно взять третий ранг, нужно прям вот просто сидеть и играть, и играть, и играть. И тогда вы наверняка его возьмете. Но должно пройти время. Ой, как же я люблю, когда еще и подбирается противник 500 лет. Ну, ладно. Давайте немножко подождем. Если сейчас слишком долго будет искать, то я, конечно же, скипну. Ага, все, нашелся. И снова физик. Ну, смотрите, сопротивления тоже много. Кстати говоря, третий уровень, надо заметить, тоже. И здесь мы делаем вот такое вот решение, ребят. Мы делаем именно выстрел из дробаша, потому что... Ой, вот, это такая... Такой трончик, да? Ну, ладно, ничего. Подрубаем тоже дрон. Постреляем из френтика на 300. Немного. Но у него мало хп, ребят. Вот в чем для нас плюс. Он стрелит. Ой, ребят. Момент истины. Он добьет? Ну, нет. Повезло, ребят. Здесь повезло, конечно. Тупо повезло, что у него дрон не смог нас добить. Это, конечно, прям нормально. Но это было очень близко. Но близко было еще и в том числе потому, что наш френтик очень слабо выстрелил, в то время как его выстрелил на 700. Но, на самом деле, без претензий пока что к френтику. Идем довольно ровно. Пока нормально. Идем дальше. Половину четвертого ранга мы с вами уже взяли. Идем дальше. Как видите, реально дофига попадается физиков, ребят. Поэтому, по крайней мере, на высоких рангах я рекомендую брать именно физическое сопротивление. Потому что тепловое сопротивление особо не нужно. Потому что обычно... О, снова физик. Я же... Я про это и говорю, ребят. Тупо про это и говорю. Тепловое сопротивление обычно нужно для того, чтобы... Оно вообще не нужно. Потому что тепловики обычно хотят тебя перегреть, а не задамажить. Вот в чем приехал. Так, давайте мы сейчас попробуем разойтись. Ой, Фрейд! Как он заходит в последнее время, ребят. Как он заходит. Это просто бомба. К счастью, у него довольно интересная сборка. Но, к счастью, наш дробаш полностью ее контрит. То есть, видите, он просто ничего... Он не может сыграть свою комбу. Мечем, топор. Просто не может. Потому что мы постоянно на расстоянии находимся. И благодаря этому мы снова побеждаем. Благодаря этому и большому количеству сопротивления физического. Так вот, вернусь к своим размышлениям. Тепловое сопротивление вам не нужно, потому что тепловики хотят вас перегреть, а не надамажить. Энергетическое сопротивление вам не нужно, потому что энергетики хотят сжечь вашу энергию, а не надамажить. А вот физики хотят вас конкретно надамажить, поэтому физическое сопротивление это прекрасное решение. Так, здесь, 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 на самом деле, я думаю, я схожу сначала вот так. Сразу вносим 500 дэмэджа, на следующий ход можно уже использовать Найт Игл и дрончик. Блин, у него, конечно, нормально он будет нам выжигать энергию, прям, прям плотненько, плотненько будет выжигать энергию, но есть шанс, на самом деле, убить его дотом, блин, на самом деле, возможно, даже и не стоило, он сейчас, да. Майбет, ребят, майбет, возможно, и не стоило даже подрубать сопротивление, точнее, подрубать Найт Игл, возможно, надо было просто бить Найт Фолл, а, блин, я с Найт Фолл тоже не выстрелил, да, да, я бы не выстрелил с Найт Фолл. Да, ребят, по ходу дела у меня здесь энергии не хватит, как, как не печально бы это не звучало. Кхм, давайте попробуем так сделать, ему сейчас надо будет выстрелить с Дробаша, возможно, у меня энергии тогда немножечко останется. Блин, я боюсь, что у меня здесь уже прям вообще никак, прям вообще никак. Печально, печально проигрываем этот бой, причем странно, у нас довольно много энергии, согласитесь, был? О, пулсай, кстати, красиво умерли, по крайней мере, умерли красиво, и то, спасибо. У нас вроде бы достаточно много энергии, но при этом все равно не хватает, все равно не хватает. Блин, а если я уберу вот это, сколько у меня будет ХП? 2 800, но это уже маловато, если честно. Но вот мне бы поставить вот какой-нибудь этот или вот этот, ну, лучше вот этот, наверное. 700 энергии, это уже вот прям, это прям ГГ для любого энергетика, я так думаю. Я думаю, что, хотя, слушайте, на самом деле здесь вариант восстановления больше, мне кажется, идет. Вот 500 восстановлений, мне кажется, уже никак невозможно перебороть, это огромное количество. Но 2 800, давайте, наверное, еще раз сыграем, попробуем с, все-таки с платином, скелетоном. Но если еще раз нам выжгут энергию, у меня просто все-таки робот, он, о, снова физик. Он направлен именно на дэмэдж по энергетикам, видите, огромное количество энергии, большое количество восстановления энергии, и в то же время очень мало тепла и очень маленькое восстановление тепла. Поэтому, в моих интересах, он сейчас использует Найт Игл, скорее всего. Ага, теперь смотрите, как я сейчас делаю. А, мне на самом деле здесь не так выгодно это будет сделать, я так думаю, да? Угу, на самом деле не выгодно вообще, я бы сказал. Давайте тогда сделаем вот так вот. Да, все равно мы выиграем, а в принципе нам это не так принципиально, если честно. Ну, нормально, нормально, ждем. Так, он сейчас использует Дробаш или нет? Да, Дробаш, хорошо, мы с вами используем Найт Игл плюс Френтик, и это ГГ. Нормально, вернулись с вами на 4 звезды, я очень, на самом деле, надеюсь, что у нас сейчас получится с вами все-таки добить третий ранок. Жалко, что мы с вами не на киллстрики идем, потому что тогда бы у нас 2 звездочки сразу давалось. О, это все, это сразу минус, ребят, это сразу минус. У него мало ХП, но мы не сможем выиграть, потому что у нас тупо не хватит тепла, к сожалению. К моему просто гигантскому сожалению. Он хит-бомбой одной нас может вывести в оверхит, это очень печально, если честно. Я, конечно, посражаюсь чисто для, так сказать, приличия, но это невозможно, это невозможно. У него и 2 дезоляции стоят, и репульсер есть для того, чтобы под дезоляцию подвести, и абоминейшн есть для того, чтобы под дезоляцию на средней дистанции подвести, и хит-бомба для полного фарша. Ну, короче, единственный мой шанс, это то, что он спать пошел. Нет, он не пошел спать, к сожалению. Так, хит-бомба все еще работает на этой дистанции. Ну, ладно, давайте попробуем чисто раздамажить. 100 дэмэджа в очень неподходящий момент. Если бы сейчас хотя бы 700 было, я бы, может быть, еще поверил бы, что шанс есть. На самом деле, блин, я просто очень надеюсь, что, может быть, он пойдет спать. Он даже дрона не подрубает, смотрите, какой самоуверенный. Ну, все, здесь я уже не смогу вывести с оверхита, а на следующий ход с шантауна не смогу. Блин, вот если бы Френтик выстрелил на 700, согласитесь, это вообще все изменило бы. Я бы выиграл, вот сейчас просто на рандоме выиграл бы. А, так вот, к сожалению. Здесь уже шансов маловато. Блин, он так долго ходит, это риле раздражает. Даже если он, опять же, пропускает сейчас ход, то его хит-поинт меня выводит в оверхит спокойно. И даже в этой ситуации я бы, может быть, даже не смог бы увидеть. Так, что здесь 85-24. Ну, это шантал, да, здесь гг. Ай, снова мы вернулись к трым звездам. Да что ты будешь делать? Давайте, ребят, так, если сейчас будет поражение, я заканчиваю. Вот так вот мы с вами сделаем с арены на сегодня. Если же будет победа, мы с вами... Короче, вот этот рубеж, три звезды, это мой минимальный рубеж. Если мы спускаемся ниже, то на третий ранг на видео я выйду уже, скорее всего, в следующий раз. Кстати, снова физик. Думаю, что здесь, наверное, я использую вот такой ход на 600 дэмэджа сразу. Неплохо. Блин, возможно, на самом деле мне надо было через... Ммм... Ммм... Шо это ты делаешь-то, дружище? Шо это ты делаешь такое непонятное для меня? Давай я тоже так сделаю, мне несложно. Давай тоже. Без проблем. Без проблем, как говорится. Так, две триста, он сейчас еще задамажит меня с... Ну да, с любой пушки это будет... Ага. И бьем с френтика. Четыреста, нормально. Ну, в принципе, ребят, тысяча пятьсот дэмэджа, это терпимо. Он еще сейчас... Да, он пошел через пугой, блин. Он сильно меня задамажил, да. Я думаю, что на следующий ход я отъезжаю, к сожалению. Здесь у него довольно неплохие пушки. Ему неплохо повезло с рандомом. Даже весьма неплохо, я бы сказал. Мне не хватает, к сожалению, один выстрел просто сделать. Надо 400 урона. Печально, печально, ничего не могу сказать. Ну что ж, ребят, я, по крайней мере, попытался. Чисто у нас с вами какой-то эпический день. Получился, что очень много эпиков выпало. В принципе, я доволен тем, что я показал вам третью награду, которая является полнейшим трэшем. Ну и все остальное, а именно восхождение на третий ранг, вы увидите уже в следующей серии. Так что, если вы хотите ее посмотреть как можно скорее, лайк, подписка, колокольчик. Также не забывайте смотреть новое видео по новой игре War Robots. Я надеюсь, что оно вам понравится. Она похожа на супер мех, но с более крутой графикой. Ну а с вами же был Чинаски. Увидимся мы уже совсем скоро в новом видео. До скорой встречи и пока-пока. А самое главное, дорогие друзья, хочу сказать большое спасибо красавчикам, которые поддержат меня с помощью спонсорской подписки. Дорогие друзья, эти ники на экранах. Запомните их и присоединяйтесь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!